Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Для тех, кто со мной первый раз, меня зовут Рита, и вы можете посмотреть мои остальные видео и познакомиться со мной. И сегодня мы находимся на моей кухне, и всё не просто так. Наверное, мои постоянные подписчики даже и не знают о таком моём хобби, что я очень люблю готовить торты. Конечно же, я не профессиональный кондитер, я этому не училась, но это то, что я действительно люблю делать. И сегодня с вами вместе мы будем готовить мой любимый торт. Это бисквитный торт с маком, с сливочным кремом, с фруктами. Он получается такой, знаете, неприторно-сладкий, и также я его хочу красиво украсить. Скажу также ещё пару слов, что этот торт я буду готовить в два дня. Сегодня я буду готовить бисквит, клубничное конфи, пропитку, и ещё буду взвешивать сметану для крема. Закладывайте сразу два дня на приготовление этого торта, потому что за один день не справиться, как минимум, потому что сметана должна быть взвешена всю ночь. Первым этапом мы делаем бисквит. Нам понадобится форма. Это форма 16-17 сантиметров. Разрыхлитель, где это чайная ложка. Мука 100 грамм, сахар 75 грамм раз, сахар 75 грамм два, и 4 яйца. Две формы также подготовьте, и нам нужен миксер. Прассеиватель муки, и у меня здесь появилась камера, так как я буду вам записывать близкий кадр. Пока мы будем готовить тесто, можно уже включить духовку на 180 градусов. И первым делом нам нужно отделить желтки от белков. Взбивать белки начинаем на небольшой скорости, постепенно добавляя сахар. И главное не дозбить это до твердых пиков, когда уже делается безе. Далее мы взбиваем желтки с 75 граммами сахара до светлой пышной массы. И здесь очень важно, чтобы масса побелела, и сахар почти растворился. Я вот замечала много раз, что когда я плохо взбивала вот такую вот массу, и частички сахара оставались крупными, то сам бисквит плохо поднимался. Я не знаю, зависит это от этого или нет, так как я не кондитер, но были у меня такие наблюдения. Для моего удобства я переложу желтки в такую же чашу. На самом деле мне сразу нужно было это сделать в такой. Не теряйте времени, сразу же делайте. Я просто протупила. Хочу отметить, что посуда обязательно должна быть сухая. Вообще всегда, когда готовите и работаете с тестом, посуда должна быть сухая. Подготовлю муку. Мы ее будем с теста просеивать, а пока я добавлю туда разрыхлитель. У меня уйдет где-то ложка чайная. Замешивать тесто. К взбитым желткам добавляем где-то 1 треть белковой массы. И это все аккуратно перемешиваем. Далее я высыпаю муку в просеиватель полностью, а где-то половину. И процеживаю муку в наше тесто. Также аккуратно перемешиваю. Снова добавляем часть белков. Я взяла 20 грамм мака. Обычно я смешиваю мак и муку, но сегодня я добавлю мак отдельно. Теперь, когда тесто наконец-то готово, мы будем переливать его в форму. Но я застелила бумагой, края ничем не смазывала. Бисквит помещаем в духовку. Где-то на 30 минут пока что. Я буду проверять деревянной шпажкой. Когда она будет сухая, я ее буду прокалывать. Значит, бисквит готов. Для клубничного конфи нам понадобится Клубника свежая 200 грамм. Сахар 45 грамм. Кукурузный крахмал 15 грамм. И совсем немножко воды. Тут 25 грамм. В прошлый раз, когда я готовила этот торт, вместо свежей клубники я брала замороженную. Получилась прекрасная конфи. Первым делом крахмал нам нужно смешать с водой. Я буду использовать вот такой вот погружной маленький, как его можно назвать, пеновзбивалку. Для того, чтобы хорошо крахмал растворился и перемешался с водой. Клубнику я отправляю в кастрюлю вместе с сахаром. Ставлю это все на средний огонь. И пару минут увариваю. Добавляю в клубнику крахмал. Где-то спустя 3-4 минуты наше конфи готово. Видите, такая вот густая-густая масса. И я его сейчас буду блендировать. Переливаю обратно. И потом уже отправляю это до завтрашнего дня остывать. Вообще у меня здесь получилось достаточно много массы. Я сделала с запасом, потому что пусть лучше немножко останется, чем не хватит. И вам придется это делать в попыхах. Тем временем мисквит почти готов. Мне пришлось добавить несколько минут, потому что тесто в середине оставалось сырое. И, как вы можете видеть, на нем появилась вот такая вот шапочка. Ее в идеале быть не должно. Иногда у меня она появляется, иногда нет. Это, конечно же, вопросы к правильному замешиванию теста, к выпеканию. Ошибка, ничего страшного. Просто срежем вот эту верхнюю часть, которая выступает. И, в любом случае, тортик у нас будет ровный. Достаем его и убираем в форме. Пусть он остывает. Доставать из формы будем его тоже позже, когда он окончательно остынет. Делаю пропитку. И без этого этапа никуда, потому что, если не пропитать торт как следует, он у вас получится сухим. Так, я беру воду 100 мл, добавляю 80 г сахара, перемешиваю сахар, довожу до кипения, кипячу еще одну минуту. Вот такая вот простая пропитка. Отправляем ее остужаться. Такого количества должно хватить как раз для пропитки торта. Также очень важно подготовить к завтрашнему дню все приборы и ингредиенты, чтобы они были холодными. А именно сметана, сливки, миски, в которых будете готовить, венчики, все это должно быть холодным. А сейчас я хочу с вами поделиться способом, как разрезать бисквит на ровные части. Для этого нам понадобится простая нитка и ножик. С этим способом я познакомилась не так давно, и он мне очень понравился. Может быть, кто-то из вас уже знаком с таким методом, что, конечно же, скорее всего так является. Но я научилась этому совсем недавно, поэтому, может быть, кто-то об этом так же, как и я, не знает. И для вас я открою что-то новое. Нужно сделать одинаковые надрезы. В действии идет нитка. Вставляем с одной стороны. Ровненький кусочек отрезан. И проделываем это еще с одним слоем. Берем ниточку, пропустили ее через надрезанные края и крест-накрест пошли резать. Та-дам! Все. Ровненькие, идеальные коржики готовы. Сразу срежу неровную выступающую часть у верхнего коржа. Бисквит я завернула в пищевую пленку, чтобы он не пересох. И отправляю его до завтра. Я сделала марлю в 2 оборота. Жила сметану 20%. Ой, это 15% кстати, я думала, что 20 взяла. Ну ничего. Выкладываем всю сметану. 250 грамм. И сейчас я подвешу сметану вот в таком состоянии. И к утру вся лишняя сыворотка из нее, вот видите, она уже начала капать, уйдет. И останется такая густая масса, которая будет хорошо взбиваться вместе с сахарной пудрой. День номер 2. Сегодня мы будем взбивать 2 вида крема и собирать торт. Все ингредиенты у меня сейчас. Сливки, взвешенная сметана, венчики и миски, в которых я буду взбивать, находятся в холодильнике с вечера. Первое, что мы делаем, взбиваем сливки. Сливки начинаем взбивать на низких оборотах, постепенно увеличивая скорость. Это очень важно. И также потом я буду добавлять сахарную пудру с помощью ситечка. Венчики использую именно вот такие. Сейчас будем взбивать сметану. Я за нее тоже переживаю, потому что вчера по ошибке я взяла сметану 15% вместо 20% либо даже 30%. И с нее до сих пор стекает сыворотка, учитывая, что она всю ночь пролежала. Но тоже моя ошибка. Надобится 50 грамм сахарной пудры. Я добавляю сметану в взбитые сливки. И это все перемешиваю. Это будет крем для внутренней прослойки торта. Сейчас мы будем готовить крем-чиз для выравнивания. Для этого нам понадобится 400 грамм творожного сыра. Снова 50 грамм сахарной пудры. 50 грамм сливок, которые мы уже взбили. И краситель. И теперь сюда мне нужно добавить 50 грамм сливок. И этот крем тоже отправляем в холодильник до момента, когда мы будем выравнивать им торт. Пока крем охлаждается, займемся пропиткой коржей. Мне нравится это делать с помощью ложки. Хотя у меня есть специальная кисточка. Но как-то ложка мне привычнее. И обязательно хорошенько пропитываем именно бока. Потому что они часто остаются сухими. Вступаем к сборке торта. Я буду делать его на такой красивой подставке. Также делаем торт с фруктами. Поэтому по ходу я буду нарезать фрукты и добавлять их в торт. Пока что переложим наш ягодный конфи в, будем так называть, кондитерский мешок. Чтобы было удобно, я надеваю мешок на какой-либо стакан. Мешок должен быть под углом к острой его части. И так же делаем и с кремом. Также готов. Убинаем. Собирать наш торт. Берем немножко крема. Для того, чтобы торт был ровный, я буду использовать вот такое кольцо. Это та форма, в которой я пекла свой бисквит. Открываем его. Ставим аккуратненько на наш бисквит. И сжимаем. Проделываем то же самое со следующим слоем. Накрываем торт последним слоем. И на этом этапе отправляем его в холодильник, чтобы он настоялся, замерз. Потому что я думаю, что сливки уже немножко подтаяли. А он должен хорошо держать форму. Выровняла торт. Теперь начинаю наносить на него вот такие вот хаотичные мазки. Потому что мне хочется, чтобы в этот раз у меня торт был неровный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой торт готов. Еще раз попрошу не относиться к нему строго. Все-таки я не кондитер. Просто домашний любитель приготовить тортики. И решила сделать декор торта такими мазками. Потому что такой вид торта мне тоже очень нравится. И мы как-то заказывали торт с таким декором. Спасибо большое вам за просмотр. Я буду рада любым комментариям. Также переходите на мой телеграм-канал, в котором вы найдете рецепт этого торта в печатном виде. Я оставлю ссылку в инфобоксе под этим видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова